Хочешь купить игры по дешевой цене, но не можешь найти магазин, где тебя не кинут? У меня есть собственный магазин FelixStore, где ты можешь найти всё, что тебе нужно. Нужна лицензия с полным доступом для игры на качественных лицензионных серверах? Хочется поиграть в какую-нибудь игру, например, GTA 5, PUBG или Far Cry 5? Это не проблема. Также тут есть кейсы как с аккаунтами, так и с ключами. Это уже для любителей испытать удачу. Пополнить баланс проще простого. Логинишься, нажимаешь плюсик и выбираешь любой удобный сервис. И самое важное, если возникнут какие-то проблемы с аккаунтом, ключом и прочее, не забывай, что всегда есть поддержка, которая тебе поможет и в случае чего заменит аккаунт или ключик. А, кстати, так уж и быть скажу. Секретно в описании я оставил промокод FELIX, который даст тебе 10% от суммы пополнения. Всё это на FelixStore, ссылка в описании. Эй, ёссам, привет, друзья, с вами тот самый Феликс, и добро пожаловать в мир под названием Изнанка. Сразу скажу то, что сегодня нам предстоит настоящая и полная жесть, в принципе, как и всегда, разумеется, да? Но сегодня этот видос будет далеко необычный, потому что... А, кстати, я нахожусь сейчас рядом со своим домом, который я очень давно строил. Но-но-но-но, сейчас не об этом, погодите. Как вы знаете, на моём втором канале стримы я провожу стримы, играю на своём сервере, в этом самом мире и прочее. И вот вчера как-то в донатах мне подписчик предложил одну офигенную идею, которая мне очень понравилась. Вы сами понимаете, что это за идея, я думаю, вы сейчас... Короче говоря, сделать перчатку бесконечности, это капец, какая классная тема. И тем более её возможность здесь сделать более чем. Я вам даже так скажу, у меня уже есть один камень бесконечности, который я собрал кое-где. Я вам покажу всё. И думаю то, что у нас на это не уйдёт времени, потому что, в принципе, практически все ресурсы у меня есть. Во-первых, да, мы сделаем перчатку бесконечности. Во-вторых, я покажу вам новых SCP, которых я призвал, которых вы ещё не видели. Я их призвал вчера на стриме. И если ходить на стримы, то вы, разумеется, будете в курсах всего дела. Вот так вот. И думаю то, что из этого получится тоже достаточно большой ролик. И, разумеется, вам достаточно поставить один лайк. Достаточно подписаться на канал. И, разумеется, что ещё? Написать секретный комментарий, который я скажу в середине, а то и в конце ролика. Кстати, под предыдущим я всех залайкал. Вот так вот. И, как вы можете заметить, я здесь делал себе огромную тропинку до дома. Там ещё даже есть мост. Ещё хочу одну сделать тропинку до брата своего. И, в общем, думаю, будет офигенно. Как-никак я хочу сделать такой вот небольшой, знаете, городок, который будет очень приятный и прочее. Тут, тем более, куча моих построек будет. И, разумеется, я не делал это видосе, потому что, ну, как вы не представляете, как скучно прокладывать эту тропинку. Это просто копец как неудобно. Ну, что же, во-первых, мы покушаем. И, как вы помните, в предыдущей серии мы сделали вот этот вот талисмановый меч. Ладно, тотемный меч, который крафтился на самом деле очень просто. И, к тому же, мы сделали фирму тотемов. А, чтобы увидеть, как я её делал, просто переходите на предыдущий ролик, смотрите, а потом возвращаете сюда, чтобы продолжить смотреть дальше. У этого тотемного меча нереально крутые способности. И, разумеется, это сегодня нам пригодится. Думаю, окей, спускаемся сюда ниже. Привет, Элизабет, наша лошадка. Привет, Михуил. Привет, Андрей, как дела у тебя? И привет, Пухля, на котором я обожаю кататься. И который нам помог в предыдущей серии, на самом деле, сразиться со всякими вонючими нечистями, да? Более того, Максимчик, тот самый подписчик, который мне помог с этим делом, разумеется. Я буду вас упоминать в роликах, да, если будете помогать. Он во Вконтакте мне скинул и крафт, и всё, он мне скинул весь туториал, как делается перчатка бесконечности. И, господи, мне очень страшно её использовать. Ладно, 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 сейчас всё, сейчас всё покажу, секунду. Во-первых, мы открываем этот самый заветный сундук, и вы сразу видите первый камень бесконечности, камень пространства, насколько я знаю. И благодаря ему мы можем перемещаться по разным пространствам, ну, как вы понимаете, телепортироваться во всякие разные измерения и так далее. Правда, мы не можем выбирать, в какое измерение мы отправимся, потому что, ну, может быть, это пока. А с перчаткой бесконечности можно будет выбирать, наверное, я не знаю об этом ничего. Я первый раз крафчу перчатку бесконечности, поэтому не надо на меня отругаться, окей, всё, всё, нормально, нормально. И титаниумная руда, которую я добыл с помощью метеоритов, которые, разумеется, я находил, но я не знаю, как её можно добыть в обычном мире, потому что я её вообще ни разу, вроде как, ещё не находил. Ну, я, по крайней мере, этого не помню ещё. Но, тем не менее, эта руда очень такая редкая, я серьёзно говорю, она встречается только в метеоритах, но я её видел только в метеоритах. Так что уже это отправляется сразу на переплавку, потому что нам из этого нужно будет получить определённые слитки. Там достаточно много махинаций, но, на самом деле, всё это делается очень просто. Далее нам нужно будет взять немного железа и немного палочек. Кладём сюда палочки и просто обкладываем это дело. И смотрите, что мы получаем. Мы получаем хаммер, то есть молоточек, с помощью которого мы можем проводить разные махинации. А именно в крафтах. Это, конечно, не молот, торо, но всё равно классная вещь. И посмотрите, из этой титаниумной руды у нас получаются титаниумные слитки, которые нам очень сильно сегодня помогут. Короче, но есть одна и единственная небольшая проблема. Она называется тоже перчатка бесконечности, да, окей. Ведь единственное, чего у меня нету для крафта перчатки бесконечности, это самой формы перчатки бесконечности, которую можно только найти в разных деревнях. Ау! По-моему, у меня даже были метки, и не придётся бегать туда-сюда мне. И на счёт 3, 2, 1, и бам! Итак, я нахожусь сейчас в логеве Медузы Гаргоны, но, по-моему, где-то здесь рядом была одна деревня. Опа, опа, какие стрёмные пауки, вы посмотрите на это, реализм. И, как вы можете заметить, вот эта самая деревня, но, правда, она не норвежская, то есть не из мода на супергероев. И, блин, это нужно нам где-то найти. Господи, как у меня фризис, что ты будешь делать? Куда побежал, братанчик? О, это Кости? А, по-моему, я здесь убивал даже... А, да, убивал, точно. Убивал здесь скелетом, может быть, это мой братишка делал, но, вроде как, я здесь уже бывал. Погодите-ка, по-моему, я и правда здесь бывал, да? И, к сожалению, формочек никаких мы не найдём, кроме вот этих разных копий, которые нам сейчас... Ну, чуваки, археологи, вы успокойтесь. Нам это не пригодится, но, погодите-ка, может быть, мне стоит спуститься пониже и посмотреть... А, нет, тут разная техника. Не-не-не-не-не, я не изучаю пока что Jurassic Crab. Этим занимается мой братишка, если что, ну, на него ссылка тоже в описании, можете заценить. Так, и знаете что, я ничего здесь не могу найти вообще в этой археологической деревне, вообще ничего нет. Да, это именно археологическая... археологическая деревня. Поэтому я побегу искать норвежскую деревню, а вы просто 3, 2, 1 и бам! Итак, кажется, я нашёл деревню, но не одна деревня здесь, а целых 2, понимаете? Там находится та самая огромная дерев... What the fuck здесь произошло? Походу, здесь был дракон, и я боюсь, что он может быть где-то рядом, поэтому нам нужно скорее в ту деревню. По-моему, это всё равно не та деревня. Да, а у кузницы нет, кузницу я заберу. Кузницы, по-моему, единственные вещи, которые могут быть из Лукрафта. А ну-ка, посмотрим и... и правда. Но здесь только инструкции. Хорошо, 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 секунду. Ай, гиены! Так, мне очень сильно мешают гиены. До свидания, спасибо большое, но не-не-не, что-то вас многовато, чуваки. Так, всё остальное здесь из мода, разумеется, Джераси Крафт. Здесь всякие вещи из Джераси Крафт и прочее. Это нам вообще сейчас не надо. И вон тот самый дом. Но понимаете, то, что он всего лишь один из мода Лукрафт. Ну, не Лукрафт, а точнее... Мода на супергероев. Хорошо, будем так его называть. А, господи, тут только один дом. Как же я молюсь, чтобы здесь была эта самая выплавка. Или формочка. Окей, короче, посмотрим сейчас. Жители здесь, три жителя, странно. Первый сундук и ничего, только яблоки. Так, второй, второй, второй. Где ж второй сундук? У нас, по-моему, здесь три сундука ещё должно быть. Так, посмотрим, что у нас здесь. Эм... Мне повезло. Я самый, наверное, везучий в Майнкрафте. Человек, Майнкрафтер-человек. Ещё... Ой, я это говорил. Охренеть. Но, на самом деле, они не такие уж редкие. Тут постоянно на втором этаже встречаются какие-то формочки. И найти формочку перчатки бесконечности, это проще простого, на самом деле. Я не думал об этом. Но странно, что других формочек здесь вообще нету. Это первая деревня, где мне ничего толком не попалось. Но попалась за то самая важная вещь. Окей, подождите-ка. Тут у нас ничего секретного нет. Вроде как, ладно. Теперь мы, думаю, на этом свалим. Ушло у нас на это не так уж и много времени, как я думал. Но нормально. Ой, привет. Это кто там? Кто-то спит. What the fuck? Серьёзно спит? Ладно, в принципе, теперь мы можем возвращаться спокойно домой без каких-либо проблем. И теперь делать эту самую перчатку бесконечности. Мне всё нужно будет делать, насколько я знаю, по памяти. Окей, я уже, честно говоря, этого всего дела не помню. По-моему, нужно сделать так. Нужно сделать так. И взять себе как можно больше. Примерно 24 штучки нам пригодятся. Как быстро этот молот ломается. What the fuck? Ну реально, какой-то молот Тора, блин. Делаем ещё такой хаммер. И ещё раз закладываем эти все слитки. Просто всё это дело забираем. Супер. 28 пылинки. Надеюсь, нам этого хватит. Далее. Нам нужно будет достать слитки золота и сделать такую тему. Подождите. По-моему, здесь написаны все крафты. Да, вот такая тема. Правда, я не знаю, что такое энвил. И как это получать? А, нет, я знаю, как это получать. Хорошо. Лвла у нас для этого есть. 20 уровней опыта для этого нужно. Но нам пригодится, разумеется, ещё один такой молот. Супер. Теперь мы делаем так. И, разумеется, вот так. Делаем как можно больше пыли. Насколько хватит. В принципе, нет. Вообще не хватило толком. Алё, пацаны, ещё побольше мне немного. Ещё надо. А хотя, по-моему, хватает. Там же по одной штучке используется. А этой уже по две штучки. Окей. И получается, что нам нужно будет просто вот так вот это всё обкладывать. И всё, мы получаем то, что нужно. Теперь оставшееся дело. Нам нужно просто взять и переплавить. По идее, вроде как так. Это всё правильно. Да, и из этого у нас получится офигеть, какие крутые слитки. Теперь остаётся только ждать. Но пока я жду, я, наверное, отправлюсь, знаете куда? В ACP фонд, который я вам хотел показать. И тех самых животных, которых я вам хотел показать. И более того, чтобы вы вылепили побольше лайков, я вам скажу так. В следующем видосе я призову нового ACP. Давно у меня не было отдельных роликов. И это будет код. В общем, классов клит, которые и то ли безопасны, и то ли опасны, непонятно. И всё равно нам это дело долго будет ждать. У меня нет никаких улучшений, чтобы это быстрее переплавлялось. Поэтому мы просто берём бам-бам и нажимаем на ACP фонд. Отлично, я здесь. Мне немного здесь жутковато находиться. Потому что, ну, и честно, не знаю, странные какие-то. То ли мне сон какой-то приснился как-то, то ли что. Но мне здесь и правда жутковато находиться. Вот я вам серьёзно скажу. Ладно, короче, валим отсюда. Точнее, валим в сторону наших ACP. Они находятся у меня в этой стране. И, по-моему, двух я как раз-таки призвал. Один ACP прям-таки из моды ACP фондейшн. А другой из аддона ACP. Некое дополнение, которое отдельно устанавливается. Короче, сейчас всё покажу. Но черрики, которые смотрят стримы, разумеется, всё шарят. Я здесь ещё не обустроил вот это вот всё. Не сделал нормальную кабину. Потому что они все очень странно призываются. Вы сами можете это заметить. Дрова вообще какая-то. Я не понимаю. А нафига, зачем, почему и нафига? Так, сразу хочу обратить ваше внимание на то, что дверь открыта. Как вы можете заметить. И это не просто так, на самом деле. Это даже не баг, как я изначально подумал, когда призвал этого ACP. И я эту дверь даже никак закрыть не могу. Мне сейчас показывается то, что она типа открывается. Но она не открывается. Ничего не происходит. Эта дверь закрыта. А ну-ка идём сюда. Карточка, по-моему, у меня при себе. Супер. Открываем это дело. И смотрите, кто у нас здесь находится. Как вы думаете, кто это такой? И на что он способен? Сразу скажу то, что он из класса Ивкли. То есть достаточно опасный объект, если его освободить. И, в общем-то, с ним взаимодействовать и прочее. Но в Майнкрафте, к сожалению, он реализован не так уж и круто. Короче говоря, это капец какой умный компуктер. И если дать ему разрастись, то всё. Это будет настоящий второй Скайнет, ё-моё. Короче говоря, это искусственный интеллект, который, ну, разумеется, позиционируется как капец какой мощный комптюктер. Умный компюктер. И способен на такую жесть, что просто копия. В реальной жизни этот компьютер мог бы переместиться в другой суперкомпьютер и сотворить, ну, просто полнейший ужас. Но в Майнкрафте и в реалиях Майнкрафта он управляет различной техникой, которая находится. Вот, например, двери. Это уже техника. Вот эти кнопки. Это уже техника. И он этим может управлять. Он может закрывать двери, не давать мне открыть дверь и прочее. Но, к сожалению, радиус у него всего лишь 50 блоков вокруг. И этого на самом деле мало. Что самое опасное может представлять для нас этот SCP? Это просто открывать разные двери. Например, он может освободить какого-нибудь опасного SCP. Например, скульптуру. Освободить скромника. Освободить неуязвимую рептилию. И этот объект очень опасен. Если он будет находиться где-то в середине, куда я его как раз-таки хочу поставить и посмотреть на последствия. Что будет с этим? Будут ли избегать SCP и прочее. Посмотрим, как он будет себя вести. Ну, а так-то, в принципе, больше ничего он не может делать, кроме того, как открывать дверь. Вот серьезно. Поэтому в Майнкрафте это не такая уж и опасная штука. Максимум, он может просто открыть одну дверь и все. Я такой умный, копец. Ну, реально суперкомпьютер, как говорится. Окей. А второй SCP, наверное, немного даже поинтереснее. Хоть он из класса сейв. Но я не понял, почему он из класса сейв, когда он... Ладно, сейчас все покажу. Если что, фоды я сделаю. Здесь нормальный скромник. Уже сделал, вы посмотрите. Оу, кстати, табличка Леонид. Дело в том, что на своих стримах я придумал такую тему. Каждый, кто кидает донат, вне зависимости от суммы, вообще пофиг на сумму. С собой я таскаю всегда таблички. И каждый раз, вот, вы кинули донат, я буду ставить табличку и прописывать ваш никнейм. И они будут ставить в любых местах, где я буду находиться, разумеется. И не подумайте, что это клички разных мобов и прочее. Это на самом деле донейшори. В общем, люди, которые просто поддерживают канал и прочее. Материально, как говорится. Ну, что же, этого SCP нам для начала нужно найти. Я фиг знаю, где он находится. Он очень стрёмный. И, господи, я действительно этого не помню. А, вот здесь я его хотел изначально призвать. Но у нас тут пустая комната. Кого-то другого здесь призову. Вы можете написать в комментариях, кого мне стоит призвать. Потому что я пока не знаю. Вот, серьёзно, у меня в голове нет ничего такого, кроме одного SCP, которого я хочу призвать в следующей серии. И так, кажется, я нашёл это самое место. А, нет, здесь у нас тоже никого нет. Но здесь были слипкилеры. Хорошо, хорошо, хорошо. Ну, а вот тот самый слипкиллер. Давай, братишка, ты умираешь, братанчик. Но он очень живучий, на самом деле. Бам! Так, ну что же, я нашёл, наконец-таки, эту тему. Но на меня наложились какие-то странные бафы, которые не уменьшаются по времени. Это очень странно. Ну, ладно. Как вы можете заметить, я уже тут пару раз поумирал. Этот зомби меня шугается. Он на меня даже не нападает. Что я? Почему? А, у меня слабость, поэтому я ничего не могу сделать. Всё понятно с тобой. Живи пока что. Главное, меня не нападает. Окей, так, теперь. Это тот самый опасный ACP. Как вы можете заметить, я поместил его в эту камеру, потому что она была свободной. И, собственно, дело в том, что у этих ACP из аддонов, у них просто-напросто нету данжа. Они спавнятся просто мобом. Ни в каком данже, просто мобом. Или просто предметом. И, разумеется, это предмет, один из интересных предметов, как мне кажется. И, что мне показалось странным, то, что он относится к классу сейв. Я не понимаю, почему. Ну, ладно, короче, берём ягодку. Да, этот ACP, это набор каких-то маленьких ягодок, в общем, которые мы можем есть. И, что происходит, когда мы это дело едим? Бам, и всё, мы умираем. На нас накладывается и сушение, и прочее. Я просто беру и погибаю. А, нет, видимо, я сейчас выживу, потому что у меня были дополнительные ХП. Бам, и всё, это дело прошло. Честно, мне показался очень странным этот ACP, как говорится. Ну, да, он просто ничего не делает. Также тут есть разные чувачки. Вот вы и попали в ролик, как говорится. И это был у нас второй ACP. Я не знаю, что это такое. Вы можете написать об этом ACP в комментариях. Это ACP, по-моему, 1079. Или 079, я этого не помню. Один из них 079, другой 1079. Можете написать об обоих ACP, поняли, да? Так, ну и что же, здесь я вроде как всё закончил в этом ACP-фонде, чтобы вы были в курсе. Потому что я должен об этом вам говорить. Потому что вдруг вы чего-то не знаете об этом мире и прочее. Секреты разные и так далее. Так, ладно, возвращаемся домой. И что же, думаю, то, что эта тема у нас уже переплавилась. И правда, всё переплавилось супер. Я это дело забираю. И мы получили с вами достаточно много этих самых слитков. Этого, мне кажется, более чем хватит. Так, теперь с помощью этого хаммера нам нужно будет сделать определённые плитки. Окей, только сколько хаммеров нам пригодится? Я вот этого пока ещё не знаю. Но да ладно. Кладём этот молоток, эту тему сюда и получаем вот такую странную плитку, подушечку. Да, я люблю подушечки шоколадные. И чоколадные орешки тоже обожаю. Забираем это дело и всё. В принципе, шесть штук нам хватит идеально. Отлично. Далее нам нужно будет подойти, разумеется, к той самой наковальне и просто-напросто кинуть сюда одну формочку, разумеется. И кинуть сюда вот эти штучки. И смотрите, у нас получается перчатка бесконечности. Дайте мне насладиться этим моментом, потому что эта штука невероятно могущественная. Это Infinity Wire перчатка, йоу. Ладно, просто берём и забираем. Я, правда, не знаю, как её можно назвать, но просто берём и забираем. Супер, вы зацените. У нас даже появилась ачивка. Но, правда, единственная проблема в том, что здесь есть далеко не все камни. Но если вы знаете аддон к этому моду под названием Super Speed Heroes, да, короче, да, ну, супергерои, то напишите, как он называется. Я сам поищу, но на всякий случай помогите мне тоже в комментариях. Потому что я хочу собрать все камни бесконечности и стать Таносом, что ли, может быть, или нет? Ну, нет, не Таносом, а Татар с Таносом, или, или... Ладно, в принципе, всё готово. Так, перчатка у нас есть, и что же мы можем с ней делать? Мы сюда можем класть разные всякие камни. И каждый камень предназначит под свою лунку. И, в общем-то, сюда мы кладём камни. Воу. И смотрите, он у нас появился. Камень, тот самый пространство, йоу. И что же теперь мы можем делать с помощью этого? Дело в том, что мы можем отправляться на определённые всякие координаты. У нас слева появились способности, как вы можете заметить. И если я нажму на А, что... Что у нас получится? Я не понимаю, серьёзно. Смотрите, это какая-то странная защита, которую я не понимаю, что нам даёт. Я так понимаю, мы за это время просто не получаем никакого урона, когда вот в эту штуку превращаемся. Но звуки действительно, как из фильма... Что на меня наложилось? Что? Всё нормально, все эффекты я с себя снял. Только не буду говорить, каким образом. Мне просто пришлось... Эм, ладно, не буду говорить. Окей. Короче, если вы смотрели фильм «Мстители. Война бесконечности» и «Мстители. Финал», то вы шарите и вы должны об этом написать в комментариях. Потому что мне интересно, сколько людей смотрели этот фильм. Потому что я тоже смотрел, если что. И что же теперь мы можем делать? У нас всего есть три способности. Я могу активировать портал и телепортироваться на любые вообще координаты. Любые координаты, которые мне даже недоступны. То есть с помощью карты я телепортируюсь, когда на определённые точки. Как вы можете заметить, то с помощью этой перчатки я смогу телепортироваться на любые координаты, которые я впишу. И так путешествовать будет гораздо проще. Не представляете, насколько просто? А если мы нажмём «Оу», то мы просто телепортируемся. По идее, подождите. А, или нет, или... или да, опа. Правда, я не знаю, как нам телепортироваться. Вот серьёзно. Дело в том, что я не знаю, как отдельно использовать этот самый камень. Ну, то есть в перчатке, когда он стоит. Это странно, мне об этом ничего не показывается. А если я нажимаю «Оу», то ничего не происходит. Вот серьёзно, вообще... Что? Что это было? А, она как-то телепортирует мобы назад. Я серьёзно. Но, правда, я не понимаю, как это... А, вот, это какая-то странная фигня. Я не понимаю. А, стой, 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 стой. Там скелет на меня нападает. Ни-хай, тихо, надо спрятаться от него. Господи. А, всё понятно. В общем, эта перчатка бесконечности капец какая жёсткая. Но я не знаю, где можно найти остальные камни бесконечности. Где же это можно найти, я не понимаю. И, как вы можете заметить, здесь есть всего лишь только один камень бесконечности. Больше их нету. Но я знаю, я видел, у ютуберов были все камни бесконечности. Они как-то это делали. И, разумеется, это должны быть какие-то аддоны. И я это найду и буду собирать камни бесконечности в Майнкрафте. Если вам такое нравится, то просто берёте и нажимайте на лайк, окей? Ну, а я, в свою очередь, покажу вам, как работает этот камень. Правда, я, наверное, сейчас умру. В общем, отдельно. Раз, два и три, бам. И мы телепортируемся в какой-то... Что там такое? Что за замок? Знатоки всех модов, вы должны написать, что это был за замок. Потому что он был капец какой огромный, капец какой крутой. В каком мире он находится? Я даже не понял этого. Он даже не в аду находится, понимаете? Так вот, что это за замок? Объясните. Он очень необычный. Это явно не из мода обычного какого-то. Это, это странно. Ладно, ещё раз телепортируемся. Опять я в лаве. Далее, где я, пожалуйста? Спасите меня, спасите. Я попал, походу, в мир Битвин Лэнс. Подождите, где я нахожусь сейчас? А, нет, я знаю. Сейчас я попал, например, в мир, который на... А, всё понятно, спасибо. Снова попал в лаву. Попал в сны. Попал в какой-то странный мир, где бегают всякие пьюдипайи. Я не понимаю, что это такое. И вы только представьте, куда я сейчас попал. Охренеть. Это же, это просто полнейшая жуть. Вы, вы понимаете, где я сейчас нахожусь? Напишите, в каком измерении я сейчас нах... Мне здесь страшно, я ухожу отсюда. И прямо сейчас я попал в какую-то пастоту. Я не знаю, где я нахожусь. И на этом я думаю то, что закончу. Не забывайте то, что на Феликс Тори самые крутые лицензии. Не забывайте приходить на стримы на втором канале. А с вами был Феликс. Всем спасибо за просмотр этого ролика. И всем пока-пока.